День милиции. Поздравляем всех сотрудников, всех тех, кто причастен. Причастны, наверное, так или иначе мы все. Потому что, как бы не хвалили или ругали милицию, каждый раз, когда возникает сложная проблема, куда мы идем? Мы обращаемся именно туда. И именно там мы ждем всегда помощи, поддержки и защиты. Милиция за последние годы стала меняться. Давайте коротко обсудим, что вот с нашей журналистской точки зрения изменилось в работе милиции за последний год, например, Юля. Первое, что видимо, это внешний вид. Поменялась и форма сотрудников милиции, и сам внешний вид, сама физическая форма сотрудников. Они более подтянутые, более стройные. Но к ним довольно серьезные требования предъявляются, в том числе со стороны министра внутренних дел. И милиция, она должна олицетворять собой силу, порядок, уверенность. Мы видим это, собственно говоря, на примерах самых разных подразделений. Еще, как говорил президент, милиционер это не каратель, это помощник. И вот даже сейчас в Министерстве внутренних дел учат английский язык. Это как пример такой, да? Это как пример, у нас больше стало туристов, и когда они не могут найти путь, либо у них возникает какой-то вопрос, как вы уже сказали, куда они обращаются правильно, к человеку форме милиции. Никто не должен бояться милиции. Вот возникла проблема, сразу подходят к милиционеру, к человеку в погонах, в том числе и туристы, спрашивают, куда, как пройти, что делать с теми или иными трудностями, я не знаю, где валюту в конце концов поменять. И будем надеяться, что наша милиция сможет ответить на эти вопросы, в том числе на английском языке. Да, в том числе на английском языке. Я предлагаю послушать, что о новом облике милиции говорит наш министр внутренних дел Руслан Мова. Представьте ситуацию, когда несколько человек, работая на одних и тех же должностях, оперативных сотрудников, либо участковых инспекторов милиции, в отдаленно-патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, одни добиваются очень высоких результатов, а другие, ну скажем так, присутствуют на работе. Так вот, результат этой реформы – это материальное примирование, материальное стимулирование тех, кто хорошо работает, перераспределение денежных средств и, конечно же, депримирование тех, кто к работе относится посредственно. Обращаясь к гражданам, потенциальным претендентам, тем, кто находится в очереди, кому нужно быстрее это сделать, могут обратиться с заявлением, указать причину ускорения. И мы делаем такую еще живую очередь, когда можно будет прийти и в промежуток между обратившимися в раннюю очередь получить эти нейтральные номера. Процесс идет динамично, у нас каждый день 18-20 автомобилистов получают эти нейтральные номера. Это только в Тираспале. Те изменения, которые мы внесем в подразделения госавтоинспекции, они будут существенны. Мы надеемся повысить качество работы госавтоинспекции, улучшить их материальную базу и дистанцировать их от коррупционных проявлений. Сегодня Бендеры, Тирасполе, Слободзея по скользящему графику проходят курсы обучения английского языка в Тираспольском юридическом институте на кафедре иностранных языков. Мы можем с уверенностью сказать, что пройдет 3-4 месяца и элементарные базовые словесные запасы английского языка у них будут. Нам не будет стыдно за наших сотрудников. Конечно, чем выше интеллектуальный уровень, тем выше качество сотрудника милиции. Все иностранные автомобили, которые проезжают через территорию Приднестровья, идентифицированы нами. И в случае нарушения правил дорожного движения, без уплаты штрафов за пределы Приднестровья они не выйдут. Те требования, которые мы предъявляем к нашим выпускникам, они очень высокие, жесткие. Но по итогу мы хотим получить офицера милиции, который будет соответствовать тем требованиям. Но когда курсант оканчивает специальный милицейский вуз и за всю учебу, за 5 лет он ни разу не стрелял, вы меня простите, какой из него будет офицер.